Ассоциацию архитекторов Одессы создали в апреле. Это платформа для обсуждения вопросов архитектуры, градостроительства и дизайна. Цель ее работы – сделать Одессу комфортным для проживания городом. Члены ассоциации говорят, к созданию организации их подтолкнуло строительство высотных зданий в историческом центре города. Многие стройки, особенно строительство высотных зданий в центре нашего города, оно неминуемо портит структуру нашего города. То есть никто не учитывает, что плотность населения, которая обусловлена в нормативах, там 450 человек на гектар, превышается в 4 раза в некоторых местах. А это создает транспортный коллапс и так далее. И такие места мы раскрываем и показываем, где есть нарушения по детально планировочным и другим моментам. Также в ассоциации взяли на карандаш вопрос относительно будущего места и облика областного архива. Учитывая пожелания областной администрации превратить архив в образовательно-исследовательский комплекс, архитекторы предлагают последовать примеру Львова и Николаева и провести прозрачный конкурс на строительство нового масштабного здания. Приблизительный метраж, только архиву необходимо, чтобы он поместился комфортно, это где-то порядка 10 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания с учетом дополнительных функций, которые там предполагаются, это будет в районе 15-16 тысяч квадратов. Но главная мечта архитекторов – это увеличение парковых зон в Одессе. По их мнению, городу их катастрофически не хватает. Мы хотим предложить все-таки провести какой-то конкурс на публичное пространство в пределах города, потому что, ну вот кроме сейчас тех парков в районе Приморского бульвара, которые активно делаются, ну практически зон для отдыха, вот, ну тот же Стамбульский парк, очень яркий пример, что их не хватает. Его открыли, и туда просто толпы пошли людей, потому что нет таких пространств публичных, которые, ну, где люди могут отдыхать, проводить время, приводить детей. Все свои предложения Ассоциация архитекторов Одессы направляют муниципальным и областным властям, в надежде, что те прислушаются к их советам. Александр Вейсман, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Все, пластмасса.